Буэнос Диас, братва. Ядерно-рассветный заряд вашей экрана. Это значит нас занесло в тайный чертог Одина. Это Гэдвор. Поэтому сажайте жопу поудобнее, хватайте ни штички и делайте громче. Погнали. Хуяк, хуяк. Сразу ясно по абсолютному отсутствию вкуса. Я смотрю, они друг друга не шибки любят. Управшая история Тюра. Наверное, Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть? Надо же, а вот это неожиданно. Почему? Что это значит? Понятия не имею. Правда неожиданно? Голова. Значит так, очевидно, это Тюр. Он путешествует как-то волшебно. Но при чем тут великаны? И почему они посвятили этому алтарь? Увы, это совсем не очевидно. А что это за руны в углах? Не руны. Символы из других стран. Они значат... Войну. Да. Откуда ты... Этот мне хорошо знаком. А? Его глаза... Самоцветы. Как у тебя? Это символизирует дар видения, который мы получили от великанов. Поднеси-ка поближе. Любопытно. О, это очень любопытно. Что это? Тайные схемы, спрятанные Тюром так, чтобы прочел лишь он. И те, кому доверяли великаны. Прямо под носом у Одина. Я же обещал вас доставить в Йотунхейм. Как это понимать? Ты сказал, пути больше нет. Не понимаешь, брат? Один не утратил надежду, и нам не следует. Он знал, что тут есть подсказка, но ее нашли мы. И эта схема ключа от какой-то тайной комнаты Тюра. Я не знаю, куда она ведет и что там. Но это путь. И как нам сделать ключ? Вот это спроси у гнома. Символ на двери храма, это переплетение нескольких рун. Мир, единство, надежда и много еще чего. Работа Тюра. Он сам сделал эту дверь. Так, тормози-ка. А, нет, здесь стена. Здесь просто стена. Сын, то, что ты там увидел. Я ничего не видел. Ты что, не видел его, старика? Какого? Может, пойдем? Да. Идем. Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ. Где там этот гном? Прям на входе. Вернемся в Мидгард. Ну, голова, почему ты не сказал, что Бальдер сын Фрей? Ну, да. Я, как слышу, каждый раз удивляюсь. А я ведь точно знаю это. Но когда думаю о Бальдере и Фреере, я... Мимир? Что? Фрея. Фрея. Невероятно. Голова, назови слабое место Бальдера. Бальдер не восприимчив к любым атакам, физическим и магическим. Стой, что происходит? Какие-то чары не дают ему говорить. Да? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Когда к ней попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдера? Мимир! Да-да. Ты знаешь слабое место Бальдера? Разве? Но Бальдер не восприимчив к любым атакам, физическим и магическим. Сделаешь. А это оружие? Броня? Или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить. О! Хе-хе-хе-хе. По одному их класть? Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап, еще когда у меня шишка торчком стояла. Ха-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да иди ты. Да иди ты. А где ты его? Мне пришлось замарать руки. Ну так не стой столбом! За работу! Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай, расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще загорять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире драузера. О, как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно. Правда? Никогда. Вот и он. Стой! Чуть не забыли. Хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Ебать мой хуй. Вы поладили. Ну, у вас клеймо теперь другое. Ну, так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не то я сейчас тут разрыдаюсь. Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Пистюки. Чуть-чуть не хватит. Как-нибудь расскажешь мне, кто же сделал такую красоту. Эхо туманов, невеликанский сплав. Что там с другим делом? Бля, у меня даже залагало переизбытка этих самых. Чой-чой-чой-чой-чой. Блядь, надо перезапускаться, наверное, чаще. Во. Пустила меня чудо-трава. О, ты глянь, кто пожаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Че-то пидлоует немножко. Теперь надо понять, какую дверь открывает ключ. Наверняка это где-то в храме. Ой, там чайка серит. Блядь, че-то рядом подлоги, вот ничего. Непорядок какой-то. О, Петрак, теперь этим ключом мы можем открыть ту большую дверь. Идем, посмотрим. Только ну хуяя в лодку села бы, ну зачем, я так и не понял. Не верится, что Один был мужем Фрейла. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йортова, была истинной любовью Одина. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Знаешь что? Я попозже расскажу. Тут насрал кто-то, ебать мой. Ой. Найдем сегодня эту дверь, не? Руна Тюра, вот она. Нычка. Эпа, а что за рейв пати? Что это там наверху? Не понял. Так, мне по идее тунды. Как тебе, блядь, должен туда добраться? Что там сзади? Ни хуя не понимаю, что-то. Так, комната внутри комнаты. Гобелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Ого, кто это? Тюр был у них в большом почете. Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи. А без них? Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? О, начинается! Вроде они не нападают. Сын, на статуях. Вижу, тут сказано бездна. Зловеще. Забойно. Ситай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина и тени нет тоже. Аутро. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть в ударнув? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Если хочешь разбить эти цепи, ты должен лично этим заняться. Храм. а вот как эти цепи сами не упадут не знаю что будет когда мы перевернем зал связанный с восьмью мирами это любопытно но вряд ли это доставит нас я бы рискнул хотя не знаю может вы стюрам одинаково безумны снова эти ловушку вот вот Ааа, я как раз понял. Понятно, что ничего еще не понятно. Ну почти. Чемольский код. Ща голова. Поломнию решим и будем думать. Продолжение следует. Ну что, сделаем здесь финалочку. Будем дальше думать. Спасибо всем, кто присутствовал. Луис, пиписька. И до свидания. Увидимся в следующей серии. Продолжение следует.